Мои любимые, сегодня мы с вами будем обсуждать такую очень важную, насущную тему, как психологический возраст мужчины, а именно то, как понять, вот этот конкретный индивид, он вообще психологически вырос или нет, или мы имеем дело с каким-то ребенком, который не может брать на себя ответственность, не может контролировать свои чувства, то и дело злиться, обижается, да, и так далее, совершенно не может распоряжаться деньгами. И вот далее, 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 далее. То есть в начале отношений он демонстрировал свой лучший лик, и нам казалось, вот, это то, что надо. Но как только мы стали с ним совместно жить, вдруг выяснилось, что я должна брать на себя вот это дитя, его растить и воспитывать до конца его дней. Ну что же это такое? Мне не нужен в семье еще один ребенок. Очень часто женщина так и говорит, мой муж – это еще один ребенок. Так вот, давайте посмотрим, на какие главные критерии мы с вами будем опираться, чтобы вы четко понимали, вот это психологический взрослый мужчина. На него можно опираться, на него можно полагаться. Это действительно тот человек, который берет на себя ответственность. Вот фундаментальное и то главное, на что мы смотрим. Человек не боится взять на себя ответственность. Это и делает его по-настоящему, на самом-то деле, взрослым. Ответственность, конечно же, бывает самая разная. Но в целом мы видим, что он умеет, прежде всего, грамотно распоряжаться. Вот эта ответственность включает в себя, смотрите, как много аспектов. Он умеет грамотно распоряжаться деньгами. Он ими не сорит, не включает какую-то жадность, не включает какую-то либо вообще неадекватность по отношению к деньгам. Он четко понимает, как ему их расходовать и на что. Следующий важный момент. Он умеет их зарабатывать. Он умеет позаботиться не только о себе, но и о вас, и о будущих детях. То есть он берет всецелую ответственность не только за себя, но и за свою семью. Как бы патриархально и громко это сейчас не звучало, давайте будем все-таки отталкиваться от этого. Потому что вот в любом случае, сколько я не разговариваю с девочками, единицы мне говорят о том, что нет, я хочу с мужем. Все 50 на 50. Он заплатил за свет, я за газ. Крайне редко. Вот напишите, пожалуйста, сейчас мне в комментариях, кто за то, чтобы мальчик платил пополам, а кто за то, чтобы мужчина всецело брал ответственность за свою семью. Потому что жена будет находиться в положении, она будет рожать детей одного, второго, третьего. С каждым из этих детей она будет находиться во время беременности, период родов, период младенчества. То есть она минимум 3 года с каждым ребенком будет сидеть дома. И не будет работать. Таким образом может получиться, что целые 10 лет она действительно будет находиться дома. И максимум, что она будет делать, это ходить на английский язык, спорт и какие-то кружки и так далее, и какие-то вещи делать по дому. Ну и, может быть, еще где-то там в свое удовольствие учиться. Вот это то, что, в принципе, большинство девочек хотят. Вот напишите под кто-то, напишите мне, нет, Вероника, ты не права, это совершенно не так, я этого не хочу. Потому что если разговариваешься, в общем-то, с относительно традиционной девушкой, с классическими такими-то представлениями о жизни, все говорят как один. Я хочу, чтобы мой мужчина мог обо мне позаботиться, чтобы я могла расслабиться. Потому что для того, чтобы действительно вынашивать свою беременность, чтобы, во-первых, забеременеть, чтобы спокойно откормить, чтобы спокойно действительно отдать ребенку себя, частичку себя, ты должна быть свободна от этих бесконечных каких-то заработков, начальства, кто что скажет, как я буду содержать свою семью. Потому что вот эта сложность, она порой влияет очень сильно на репродуктивную функцию женщины, на ее последующие какие-то стрессовые состояния, на то, как она будет срываться на ребенке и так далее. Поэтому, конечно же, в идеале, чтобы сначала девочка закончила университет, удачно вышла замуж, посвятила себя ребенку какое-то время, потом постепенно восстановилась и включилась уже в коллектив или стала создавать свой бизнес и так далее. А мужчина в данном случае ей будет во всем этом способствовать всему этому и помогать. вот она ключевая, основополагающая такая, тот маркер, на который мы опираемся, это ответственность. Мужчина берет эту ответственность. Помимо этих нюансов, также взрослый мужчина, конечно же, ну это было бы очень желательно, чтобы было так. Любимая, да, я забронирую нам отель, я, значит, куплю билеты, я это оформлю, я это сделаю, я это сделаю там нотариус какой-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть множество самых разных пунктов мужчина берет на себя. Потому что я сталкиваюсь с тем, что девочки плачут о том, что мне приходится делать абсолютно все. То есть от того, что мне надо бежать в МФЦ, какие-то справки собирать, заканчивая вообще, как мы будем проводить наш отпуск. Он не делает ровным счетом ничего. То есть с утра он ушел на работу, вечером пришел, и его не кантовать. Ему неинтересно, как происходят дела у ребенка, надо ли поговорить с тренером, как мы будем отправлять ребенка в лагерь спортивный, и так далее, и так далее, и так далее. Какие там нюансы происходят на секциях. То есть он вообще не хочет брать никакую ответственность, кроме вот этой какой-то финансовой галочки, которую он, значит, худо-бедно, да, выполняет. Поэтому вот этот аспект, что да, человек включен всецело в семью, и его интересует все, и он берет за это ответственность, очень важное на самом деле. Вот в некотором смысле, чтобы вы понимали, там много папы, вообще вот взрослый, психологически взрослый мужчина, в нем много отцовского архетипа. Такой сильный, действительно, и мудрый, и основополагающий, фундаментальный энергии родительской. То есть прямо на него можно, в ручке можно к нему прыгнуть, папочка вот такой, да. То есть я не хочу, чтобы вы сразу подключали, ну, нет, это какой-то созависимый человек. Вот это очень разные вещи. Когда мы говорим все то же самое про женщину, которая там и содержит, и вот все это на себе тащит, это про созависимость. Когда мы видим то же самое у мужчины, здесь мы не говорим про созависимость, мы говорим про взрослость, про зрелость, что вот это зрелый человек. То есть он решает, он принимает эти решения, он их не боится, он не делает эти шаги назад, он не пытается как-то межеваться, бояться и так далее, да. Это не какой-то трус, это не какой-то ребенок и подросток, там нет той самой инфантильности, там все очень взвешено. Понимаете, вот это вот такие вот очень ключевые моменты, на которые, конечно же, стоит обращать внимание, и они видны сразу. То есть такие мужчины, они просто берут и делают, они даже по большому счету ничего не спрашивают, тебе надо, не надо, они берут и делают это. Вот так. То есть довольно они, конечно же, в этом смысле инициативные. Далее, проявление уважения. И вот это тоже такой пласт, очень серьезный, который невероятно емкий. В чем и как он выражается? В общении. То есть взрослый мужчина вас не перебивает, его не захлестывают собственные эмоции, он умеет их контролировать, он умеет их регулировать. Посмотрите, да, управление эмоциями сюда же входит. Он совершенно спокойно, с уважением к вам подходит. Он принимает ваши чувства, может их разделять, он вас может и готов выслушивать. Он не затыкает вам рот, да. Он всегда дипломатично выходит из любых каких-то сложных самых конфликтов, может быть, ситуаций, семейных конфронтаций, ссор, да, каких-то, неурядиц. Неурядиц. То есть он действительно логически, логически, не эмоционально, без какой-либо истерики, логически выходит из этой ситуации с полным уважением к своей партнерши. То есть он полон этого уважения. И он умеет регулировать и контролировать свои эмоции. Он не впадает в обиду, в зависть какую-то, он не начинает с вами соперничать, в злость, в ревность, в какие-то крайности, в истерику. Он не начинает орать, он не начинает всячески аффективно выяснять с вами эти отношения. Он может спокойно обсудить с вами совершенно любую тему. Это тоже показатель, маркер той самой взрослости. Понимаете? Вот так. Взрослости. Он в некотором смысле смотрит на свою партнершу как на ребенка, как на девочку, как на малышку, о которой он, как на собственную какую-то доченьку, о которой он хочет заботиться. И это не созависимость. В его как бы парадигме, в его конструкции это заложено, это нормально. То, что мы сегодня дико развращаем своих мужчин, что они у нас начинают становиться очень женоподобными, феминными и так далее, уже многие там юбочки носят. Ну, вы сами видите, в какие-то приобретают формы. Это очень жаль. Жаль, что мы как бы их со скоростью света просто утрачиваем. И когда у меня, поскольку две дочери и ни та, ни другая не замужем, потому что одно еще 16, а вторая не замужем, ну, в любом случае, я смотрю и вот начинаю даже вот так вот перебирать какие-то странные. Думаю, интересно, а где вообще эти женихи? Где их брать-то? Женихов вообще они есть? Потому что в Америке их уже, допустим, нет. Так, думаю, ну вот Латинская Америка может быть, Европа уже отметается. Понимаете, да? То есть с чем ты сталкиваешься? Ты сталкиваешься с тем, что одно поколение за другим, и они как будто бы мельчают, 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 и матери-одиночки воспитывают не мужиков, а девочек, которые будут только платить за себя, и вообще он больше любит Володю, и они вместе дружат. Понимаете? Вот и все. А нам это как бы тем, кто собирается выходить замуж, да, или тем, у кого есть дочери, им совершенно это не нужно. Далее давайте по поводу ответственности мы с вами все это прояснили. Кстати, мне в общем-то жарко вот на кофте. В каком, кстати, моя ковтюля? Мне она понравилась, она такая смешная, лохматая вся. Такой вот какой-то, я даже не знаю, на кого это похоже. Что-то такое, какой-то маленький, то ли кто, то ли птенчик, то ли что. Она невесомая и невероятно теплая, вы даже не представляете. Так, ну ладно, да, то есть он как будто бы, не как будто бы, а он готов к диалогу конструктивному, готов спокойно все обсудить без какой-либо истерики. Вот это очень важный момент, да, и принимает, разделяет ваши чувства. Все, он вас слышит, он как бы готов вас выслушивать столько, сколько нужно, да. Вот, значит, что еще мы можем тут сказать? Взрослый мужчина, в отличие от ребенка, совершенно смело проявляет свои прекрасные, теплые чувства по отношению к жене. Вот сразу я вспоминаю Павла Воли, который любит признаваться, хотя, может, он сделал это единожды, но это столько раз муссировали в СМИ, как он признавался своей любимой жене Лисану Тяшевой в любви. Любимая моя жена, я хочу признаться своей жене в любви, я так ее люблю. И это взрослый поступок. То есть взрослый мужчина не прячется, как дурачок, где-то с букетом цветов, понимаете, он его держит нормально, он покупает охапку цветов и дарит любимой женщине. Он не боится взять ее на руки, он не боится встать на колено, сделать предложение. Он может проявлять свои чувства на людях, может. Он для этого вырос. Там нет такого, что он раскраснелся и убежал, как маленький дурачок, испугался. Нет, он совершенно со всей ответственностью четко заявляет и признает, что он любит эту женщину и совершенно этого не стесняется. Готов всего мира об этом рассказать, что он очень сильно ее любит. Это маркер взрослости. Дальше. Значит, он способен, наш с вами взрослый мужчина, строить планы и планомерно проживать вашу с ним совместную жизнь. То есть, он полон планов и он им спокойно следует. Есть определенный алгоритм взрослых логических стратегических решений и действий. Вы за ним, как за каменной стеной. Он четко понимает, даже если он берет эту какую-то ипотеку, что вы видите, как он ее систематически выплачивает. Он покупает автомобиль, он планирует дальше что-то по карьере, он планирует дальше количество детей, где что, кто будет учиться. Вы видите абсолютно выверенные такой стратегические действительно верные решения. И вы понимаете, да, это действительно зрелая личность. Потому что, учитывая его предысторию, которую вы тоже анализируете, на которую вы тоже обращаете внимание, я вижу, что этот человек дело. Понимаете? Не просто, что это действительно вот он сказал слово, человек слово, человек дело. Он действительно сдержал свое слово и он следует своим каким-то планам. Мы видим эту выверенную планомерность. Дальше. Он совершенно адекватно в диалоге с вами и спокойно реагирует на вашу какую-то критику в его адрес. То есть, как бы вы себя не вели, он может с этим справиться. Он не начинает распускать свои кулаки, орать, драться и спорить, скручивать вас в бараний рог, швырять вещами, хлопать дверью и уходить. Он этого не делает. Он взрослый человек. Он совершенно спокойно может сказать, любимая, ты меня сейчас обижаешь, я чувствую, что мне это как-то не очень приятно. Я могу сказать, что это прям сразу у нас с вами чудо какой-то психолог, а не муж, но в некотором смысле мы же и говорим про психологическую зрелость, что в принципе не то, чтобы он непробиваемый, но он справляется. Да, ему неприятно, но он с этим справляется, а не пытается как-то вас утопить, если вы его как-то обидели, задели и так далее. Дальше измены. Вот, может быть, это прозвучит как-то странно, не знаю, очень громко, но зрелый мужчина, психологически зрелый, не изменяет. У него нет потребности самоутверждаться, у него нет потребности как-то с кем-то спарринговаться, чтобы кто-то его в чем-то похвалил. Для него его семья и его женщина представляют ценность, он уже вырос, он уже все это попробовал, сделал для себя какие-то выводы и принял определенную какую-то жизненную позицию. Я с этой женщиной, это моя жена, я ей не изменяю, я более то даже ни с кем не флиртую, потому что я принял эту взрослую позицию, а если мужчина постоянно бегает куда-то к другим девочкам, это, поверьте мне, не взрослая позиция, он еще подросток, он еще не вырос, ему без конца, надо кому-то, что-то доказать, когда мужчина изменяет, он прежде всего пытается кому-то что-то доказать, и он нечто не получает в семье, а если он не получает в семье чего-то, значит, это тоже одна из его сложностей, он не умеет выстроить со своей женщиной таким образом отношения, чтобы это получать, то есть взрослый мужчина сможет это получать, то есть у него есть все предпосылки к тому, чтобы сделать даже свою малышку, если она какая-то еще у него незрелая, инфантильная и так далее, воспитать в некотором смысле. Видите ли, я сейчас это несколько, конечно, идеализирую, глобализирую, и вы скажете, таких нет, и будете правы, таких мужчин не существует. Я хочу вам просто показать некий ориентир, вот в какую сторону мы двигаемся, и что, какие-то критерии, на которые мы с вами равняемся, потому что я описала то, чего нет в реальности, а нам бы просто очень сильно хотелось. Единственное, что мы понимаем, есть плюс, минус, чуть ближе, вот этого нашего с вами идеала, вот того, чего бы очень сильно согласитесь хотелось, чтобы мужчина был такой. Но я еще какую штуку скажу, вот все то, что я сейчас перечисляю, ведь это может в некотором смысле вызывать семейную скуку, и тут надо быть к этому морально готовой, и девочке, которым там 18-20 лет, и им попался психологически взрослый мужчина, им может быть в этом скучно, им нужен какой-то дерзкий социопат, веселуха, движуха, психопат, им нужен какой-то истеричка, им нужно пограничное какое-то расстройство личности, им нужен драйв, эмоции, а тут, ну что ж такое-то, ну все предсказуемо, ну все правильно, ну нет. Поэтому тут тоже вы должны понимать, готовы ли вы к взрослому мужчине сами или нет. Понимаете, как важно, да, и в чем дело, вы можете быть к этому негатом, вам это еще не нужно. так, далее, он не впадает в манипуляции, еще один такой важный пункт, на который мы с вами, конечно же, обращаем внимание, это всякого рода манипулятивность, чем более человек инфантилен, тем он склонен к всякого рода манипуляции. Это будут бесконечные, ну, к примеру, в социальных статусах все там, гелик на свалке, три дня в Кутузке, ну вот это такой грубый пример, чтобы вы написали, ой, ну что же случилось, Игорек, почему же ты в Кутузке, что, любимое, произошло, и так далее, да, ну и все в таком ключе и контексте. Ну, конечно же, я тут, меня не накормят, меня никто и не замечает и так далее. То есть эти манипуляции, они могут быть как совершенно вроде бы безобидные и незаметные, так и принимать уже такие формы серьезного газлайтинга какого-то, да, что-то, с чем уже очень сложно справляться. Так вот, взрослый, зрелый человек этими вещами не страдает. Он говорит напрямую, без каких-либо искажений и опосредованных путей воздействия, потому что он взрослый, он знает, как ему это сделать. ему не нужно из себя сейчас что-то пыжить и как какому-то малышочку всякими дуростями пытаться привлечь ваше внимание, вот чтобы на него мама внимание обратила, как он там покакал, что он сказал и вот во что он там разоделся, где он говном измазался и так далее, во что он вляпался, да. Вот так. Соответственно, значит, помимо вот этих эмоций, что он умеет с ними справляться, он, конечно же, контролирует и свое поведение. Он никогда не дерется на улице. Он пропускает вперед людей, пожилых людей, на дороге ни с кем не бодается. То есть он демонстрирует довольно спокойное, уверенное взрослое поведение. Всякого рода подрезания на дороге вы можете увидеть. Что-то он кому-то эту жопу подставил. В лифт сам первый забежал, всех баб растолкал. И так далее. То есть вот эти какие-то маленькие нюансы, вы уже обращаете на них внимание. Что человек-то ведет себя как просто ребенок, да, восьмилетний. Не как взрослый мужчина, а как какой-то дурачок, которого, ну, непонятно, или будем перевоспитывать, и тогда у нас на это, ну, вполне себе, вероятно, уйдет определенное количество времени. То есть к этому тоже надо быть готовым. Таких готовых пирожков, про которых я сейчас рассказываю, очень часто, ну, вырастили жены. Он такой стал. Спустя 30 лет, лет жизни вот с этой женщиной. Она его таким сделал. Вот здесь, например, в Мексике очень принято пропускать вперед женщину, здороваться в лифте. Вот заходишь в лифт, тебе говорят, бонус диэс, боно диэ, боно диэ, асталь вега, асталь вега, пропускают вперед и так далее. То есть это настолько тут вот нормально для них, что ты понимаешь, и это какая-то, ну, что ли, манера воспитания. Это кто-то вложил, этот пазл кто-то встроил, это кто-то интегрировал этого мужчину. Почему он такой интеллигентный? Почему он такой какой-то взрослый? И даже порой иногда неловко бывает, что пожилой человек пропускает тебя вперед, что, пожалуйста, проходите, да, сеньорита, ты-ты-ты. Ну, вот так вот. Вот этот вот важный момент. И тоже вот, когда мы видим часто такого мужчину, он бывает женат, потому что жена в свое время, да, взяла вот такого кутеночка, воспитывала его, протащила его там до 50 лет, и вот такого вот принца из него слепил. Понимаете, когда он и дверьку откроет, и там пиджачок с себя снимет, своей любимой женщине даст и цветы там подарит, очень демонстративно. То есть он ровным счетом ничего не боится, но сколько было в этого мужчину вложено труда, чтобы он это сделал. Но не каждая женщина трудится над своим мужчином, надо так сказать. Очень многие женщины, как созависимые, конечно, такие жертвенные особы, взваливают на себя этот груз и просто делают все сами, окончательно уродуя своего мужчину. Вот это более распространенные варианты. И вот чтобы вам в это во все не попадаться, я как бы настоятельно вам рекомендую сейчас прислушаться к моим рекомендациям и следовать им, если вы не хотите получить какого-то выродка и недоноска. Так, 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 так. Да, значит, с пониманием относится вообще в принципе к жизни, к миру, к людям. Взрослый человек, согласитесь, относится с пониманием. Он как бы уже все наперед знает. Он просто понимает это. Понимает. То есть мало что его может сбить с пантологии, да, сбить с колеи, мало что может вывести его из себя. Вообще, когда человека много что выводит из себя, мы видим какую-то неуравновешенную личность, видим, что какой-то такой недоразвитый невротик, то мы уже понимаем, да, есть некоторые сложности. Но, коль уж мы заговорили с вами о взрослости, да, и психологической зрелости, такой у нас с вами сегодня дискурс. Поэтому и будем следовать этой теме. Ну вот, подытожить хотелось бы, может быть, не самым приятным, да, и все-таки, если дошло до развода, ну, жизнь бывает разная, господи, боже мой. Ну, разводятся люди. Взрослый человек разводится по-взрослому. Он не пытается забрать детей, отсудить этих детей, если речь идет, не идет о том, что мама какая-то алкоголичка, наркоманка и так далее. Он этого делать не пытается при помощи детей как-то мстить, манипулировать, наказать, да, свою жену бывшую, вот-вот размазать ее и уничтожить. Он никогда этого не делает. Он не пытается лишить ее всего, жилья, денег. Он не пытается сделать из нее какую-то бомжиху, которая на улице побирается. Ты без меня будешь бутылки собирать. Он не пытается этого делать. Он разводится как взрослый человек. Уж не знаю, идет ли речь о том, чтобы отпилить полцарства, потому что полцарства-то она не зарабатывала. Ну, я не всегда здесь на стороне жены в каком смысле. Ну, вот хочется сказать иногда, ну, ты нашла, условно говоря, богатого мужа, богатого человека. Ну, какое ты отношение имеешь к его этим миллиардам? Да никакое. Вот у меня очень много девочек, вы выходили замуж за богатых возрастных мужиков. И вот они при разводе что-то там пилят половину. Ну, с чего? Вот я себя ставлю на его место. Ну, с чего мне тебе отдавать половину? Ну, прожили мы с тобой сколько-то там, ну, там, пять, допустим, лет. Да? Ну, я до тебя много чего в этой жизни делаю. Почему я что-то вообще тебе должен отдавать? Конечно, взрослый человек должен позаботиться о своем ребенке. Он должен в некотором смысле позаботиться и о матери, которая не должна остаться на этой улице, да? И вот тут сложный вопрос. Но впадать в месть, чтобы вы понимали, да, в желание растереть женщин, мужчина взрослый не должен. Даже если она наставляла ему какие-то рога, даже если она виновата, даже если она решила родить какого-то другого чувака, вышла замок, даже если это так, психологически взрослый, зрелый мужчина будет спокойно, да, и конструктивно выходить из этой ситуации. Вот так. Чтобы вы понимали, его не за, так сказать, не сожрут эти, прежде всего. Мои любимые, хочу представить вам три марафона по женско-мужским отношениям в записи. На этих трех марафонах в записи мы с вами будем говорить, как найти, влюбить, построить крепкие отношения, чувствовать себя единственным и повторим в его руках. Какие существуют психологические приемы, обольщения, способы воспитания щедрости и внимательности к женщине. Практические рекомендации о том, как подтолкнуть мужчину к созданию семьи и рождении детей. Во второй части, почему я нравлюсь тому, кто не нравится мне, и наоборот, мы будем об этом говорить. Как перестать бояться успешных мужчин, потому что часто и такое бывает. Первое впечатление, как понять, что это он, как и кому можно доверять, устраивает ли проверки своему любимому, и если да, то как. В каких случаях и когда с ним нужно расставаться, или что делать, если слишком сильные чувства захватили вас. Его безразличие к вам, что делать? Стесняюсь своего тела, как полюбить себя и раскрепоститься. Первое встречи и секс, когда и как это лучше сделать. сексуальная конституция, предпочтения не совпадают. Как быть об этом и многом другом? Мы будем с вами говорить на первой, второй, и теперь расскажу и третьей части нашего с вами марафона в записи. Мы будем говорить много о конфликтах, о ссорах, о том времени друг для друга, которое нужно уделять, про вашу женственность, как ею пользоваться, стоит ли удерживать партнера, если да, то в каких ситуациях. Мы будем говорить о том, что такое вообще семейное счастье и как к нему прийти. А в третьей части, кто вам действительно нужен, вот об этом, да, больше мы будем рассуждать, на какие минусы вашего партнера нужно закрывать глаза, а на какие минусы нельзя закрывать глаза и что делать, если он оказался пассивный, трусливый, эгоистичный, нытик, зависимый, абьюзер и так далее. Еще мы будем говорить о финансах, что делать, когда он хочет партнерские отношения, да, ты платишь за себя, я за себя, что делать, если он уселся вам на шею и как вообще вырастить миллионера. Вот про эти вещи по поводу женско-мужских отношений мы и будем говорить с вами в этом 15-ти в общей сложности часовом марафоне в записи. Вы можете его приобрести отдельно, первую часть, можете приобрести вторую, можете приобрести третью, или можете приобрести сразу 15 часов с очень большой скидкой. Обязательно переходите по ссылочке в описании, чтобы приобрести эти марафоны в записи по женско-мужским отношениям. А его не сожрут эти эмоции. И вот буквально пару слов. Ну вот это такой, конечно, не самый приятный конец, но это реальность. Мы понимаем с вами, какая она статистика разводов, что каждая вторая пара разводится через 5 лет, это ясное дело. Поэтому мы не можем обойти этот пункт стороной, мы его с вами, конечно же, озвучим сейчас. Ну и напоследок, давайте маленькую приятную каплю все-таки тему секса. В сексе взрослый человек очень много уделяет внимания своей партнерше. Он о ней заботится. Понимаете? Это его любимая женщина, и он действительно хочет доставить ей удовольствие, наслаждение, чтобы она почувствовала себя счастливой. Не эгоистичное какое-то перетягивание одеяла на себя, чтобы только мне и мне было приятно, да, а что вот моей партнерши со мной должно быть обязательно хорошо он заботится о ее теле, он заботится об ее оргазме, он заботится о ее здоровье в целом, о том, вылечили ли она у нее зубы, как она себя чувствует и так далее, и так далее, и так далее, чего бы ей хотелось. То есть он проявляет эту заботу во всех аспектах жизнедеятельности своей партнерши. Вот. Мои любимые, ну что ж, давайте про психологически зрелую женщину мы поговорим с вами в следующем видеоролике. Напишите, какие еще хотелось бы разобрать темы, да, насущные и актуальные. Спасибо вам за этот вопрос. Это у меня в Инстаграме вы задаете эти вопросы. Кто не подписан на меня в Инстаграме, обязательно подписывайтесь, ссылка будет внизу в описании. В Инстаграме каждый день я записываю для вас сториз, то есть такой лайфстрим, практически все, что происходит в данную секунду. У меня там выходят очень интересные короткие видеоролики и невероятно полезные для вас статьи. А также я вас всех жду, где? В своем Телеграм-канале. Там у меня по 3-4 интересные статьи в день выходят. То, что вам действительно вот сейчас в данную секунду нужно, что доктор прям прописал, так сказать. И там я говорю обо всем, и о политике в том числе. Там я могу озвучить совершенно все свои любые мысли. Там я практически ничего не боюсь. Ну, разве что не выкладываю какие-то там уж из ряда вон, порнографические фотографии, хотя очень хочется. Порнографические фотографии мне улучшаются. И то они не совсем, конечно, порнографические. Это больше какие-то картины выкладывать в моем XX, он называется, бывший твиттер, который выкупил Эллен Маск. Она, эта ссылочка тоже есть у меня в описании. Поэтому во всех своих социальных сетях я невероятно вот со всей вот такой страстью, любовью вас там, конечно же, жду. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал прямо сейчас. Нажмите на эту кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик и оставьте комментарий. Для меня это очень важно и ценно, вот вообще ваш какой-то отклик. Только так я понимаю, что вы меня смотрите и мне обязательно для вас нужно сделать что-то очень важное, полезное и ценно. Все, я вас целую, мои кисульчики, и обнимаю. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok